всем привет я давно с вами уже хотела поделиться этим рецептом сегодня я приготовлю нежнейший паштет из куриной печени 500 грамм промытой печени не обязательно использовать куриную печень можно использовать любую говяжью свиную это уже на ваше усмотрение на ваш вкус но я чаще всего готовлю из куриной мне нравится больше из куриной печени нужно ее нарезать на средние кусочки и конечно удалить пленочки или жирок где-то здесь в общем что где не понравилось срезаем удаляем и нарезаем на средние кусочки промою под холодной водой кто-то моет один раз я промываю всегда печень два раза первый раз когда она еще не нарезана и уже в нарезанном виде пару зубчиков чеснока нужно раздавить ножом 2 луковицы средних размеров если в крупный лук берите одну штуку нарезаю четверть кольцами можете нарезать мелко или крупно не имеет значения готовится такой паштет очень быстро у вас займет это всего полчаса но вы будете удивлены какой он нежный и вкусный вы точно уже потом магазинный не будете покупать в разогретую сковородку вливаю оливковое масло ложечки 4 5 столовых можно использовать растительное масло у меня здесь сливочное масло 120 грамм из них грамм 20 я возьму на поджарку лука остальное оставим пусть он поджарится до красивого золотистого цвета отправляю сюда печень теперь пришло время специи соль у меня 1 чайная ложка не полная тимьян пол чайной ложки черный молотый перец пол чайной ложечки ну и чеснок все это отправляем к печени естественно соль черный молотый перец тимьян это вы все можете добавить по своему вкусу пусть она жарится минут десять до готовности прошло где-то примерно минут десять печени уже должна быть готова какой-нибудь час один кусочек разломе если он вот такой вот на разломе светлый крови нет значит печень готова выключаем ее и снимаем сыты отправляю ее в чашу блендера можно воспользоваться погружным блендером добавляю немного сахара где-то примерно у меня одна треть чайной ложки даже не половина но вы можете добавить конечно же по вкусу потом когда перебьете уже попробуйте может добавить и чуть-чуть соли или сахара и также отправляю сливки 10 столовых ложек где-то примерно 60-70 миллилитров желательно чтобы сливки были холодные у меня 10 процентный если есть 33 процентов добавляйте их измельчаю все до однородности две-три минуты теперь у нас идет последний ингредиент это сливочное масло у меня здесь 100 грамм вправляем его печени и все это хорошо взбиваю но не дольше минуты чтобы масло и печень потом не расслоились готовый паштет разливаем по баночкам емкостям он получается вот такой вот жидковатый но когда остынет потом будет конечно же плотный будет резаться я вам все покажу сверху заливаем сливочным или оливковым маслом я залью вот одну оливковым маслом чтобы он не заветривался еще добавлю пару веточек розмарина можете в какую-то часть допустим добавить орешки или зелень храню я его в холодильнике для завтрака такой паштет просто незаменим приготовьте я думаю вам этот рецепт придется по вкусу на мой вкус здесь все специи в норме он очень нежный и вкусный готовьте с удовольствием подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч на кухне у цыганочки пока а Субтитры сделал DimaTorzok